Продолжение следует... Продолжение следует... Это здоровье кишечника, управление взаимодействием МИКа и эндотоксинов в птицеводстве. Докладчиком будет являться наш технический специалист, генеральный директор по техническим вопросам Павел Сергеевич Поляков. Чуть позже он представит себя сам. Также помогать нам будут наши европейские коллеги и по возможности я хотел бы дать им слово, чтобы они, может быть, представились сами. Я помогу им перевести на русский язык Марисабель Кабалеро и Енжи Сандер. Марисабель, Енжи, please introduce yourself shortly. Продолжение следует... Спасибо большое за просмотр! Продолжение следует... 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 рабочего интерфейса программы Zoom, там есть кнопка «Вопросы и ответы». По ходу нашего вебинара вы можете писать в этот чат свои вопросы. Соответственно, все эти вопросы будут сразу же видеться нами. Мы по возможности вопросы будем отвечать сразу же, непосредственно в процессе проведения вебинара. Также прошу, если что, извините нас, на некоторые вопросы, ответы займут немножечко больше времени, потому что у нас все-таки нужно будет еще по некоторым вопросам переводить и общаться с нашими европейскими англоязычными коллегами. Также могу гарантировать, что по истечению нашего вебинара все вопросы, которые мы каким-либо образом, может быть, не успеем ответить, сразу же, все будут отвечены позже и в дальнейшем разосланы по электронной почте. Также в записи наш вебинар будет доступен на нашем интернет-сайте www.nutrition.com, где вы также в любое удобное время для вас поможете потом посмотреть его и что-то для себя вспомнить. Ну и, наконец, я думаю, что стоит начать. Павел Сергеевич, слово предоставляется вам. Я думаю, что вы представитесь и начнете презентацию. Всего доброго! Я думаю, стоит начать. Хочу поприветствовать всех участников. Хочу поблагодарить за то, что нашли время подключиться к нашему вебинару. Меня зовут Поляков Павел. Я работаю заместителем генерального директора по техническому сопровождению компании «Эванутришин Рус». И сегодня мы поговорим на тему микотоксины и эндотоксины. Я думаю, что эта тема актуальна была, будет и есть в нынешнее время. Это актуальная проблема для промышленного птицеводства и животноводства. Ну, предлагаю начать с краткого изложения. Тема нашего сегодняшнего вебинара – это здоровье кишечника, желудочно-кишечного тракта. Кишечник является очень важной темой в птицеводстве, особенно в свете сокращения применения антибиотиков. Кишечник – это очень сложная система. Сегодня мы сосредоточимся на некоторых факторах, участвующих в жизнедеятельности этой сложной системы. Факторы, которые потенциально могут вызвать сбой или какие-то нарушения в этой системе. И что может повлиять на благополучие животных и птиц и повлиять как-то на производительность. Мы сосредоточимся сегодня на микотоксинах и эндотоксинах. Увидим, как они взаимодействуют с другими факторами. И обсудим несколько стратегий борьбы с этими вездесущими угрозами. Как я уже говорил, кишечник – это довольно-таки очень сложная система. Основная задача кишечника – это выполнение пищеварительной, абсорционной и барьерной функции. Множество факторов сталкиваются в желудочно-кишечном тракте. Начиная от иммунитета, унаследованного от родительского стада, окружающей среды, периоды инкубации, плюс технология и вообще процесс выращивания, смена рационов, токсины кормовой этиологии, ну и, естественно, использование антибиотиков. Все это взаимодействует и потенциально могут вызвать нарушения в работе этой системы, которые, в свою очередь, могут обратить работу этой системы против животного или птицы, приводя к потерям и снижениям производственных показателей. Как еще говорят про микотоксины – это нежелательные посетители в отношении здоровья кишечника. Тем не менее, практика показывает, что они неизбежны, они есть всегда. Позвольте показать вам результаты исследования сырья на микотоксины, проведенной компанией Evo Nutrition в разных частях нашего мира за последнюю половину 2019 года. Компанией Evo Nutrition было проведено более 3,5 тысяч анализов кормового сырья в разных частях света. Это было разное кормовое сырье. И на основании этих данных можно с уверенностью сказать, что основными микотоксинами, которые на практике представляют наибольший риск на мировом уровне, являются дизоксиваниленон и фуманизин. Я думаю, что в России, наверное, самые актуальные – это ДОН, Т2 и зиаролинон. Мы находим и тот, и другой максимальные уровни, которые представляют достаточно серьезный риск для большинства животных и птиц и могут вызвать нарушение функций, разрушение органов и вызвать даже высокую смертность. Средние уровни, приближенные к пороговым уровням, предельно допустимой концентрации, то есть близким к тем уровням, которые начинают называть признаками метоксикоза. И наибольшие изменения в производственных показателях. Также стоит отметить, что большинство образцов содержали более одного микотоксина. То есть это было, скажем так, поликомпонентный набор микотоксинов. А это, естественно, усугубляет все положение. И, соответственно, добавляет какие-то риски по сравнению с единичными загрязнениями. В конечном итоге наиболее частые и высокие микотоксины ДОН и Фуманизин остаются в кишечнике и являются частью негативных факторов, которые как раз-таки влияют на здоровье и производительность животного. Поглощение микотоксинов и распределение их по тканям управляется в процессе всасывания в желудочном кишечном тракте. Этот процесс видоспецифичен и может быть достаточно высоким, как, допустим, в случае с афлотоксинами, которых максимум 20% остается в кишечнике, а остальное все адсорбируется и всасывается в кишечнике. Или очень ограниченным, такие как фуманизин, из которых 98% остается в кишечнике, а остальное всасывается. Всасывание трихотоксинов очень ограничено у птицы. До 80% того, что попадает внутрь, остается в кишечнике, а остальное всасывается. Но в любом случае микотоксины влияют на различные функции кишечника. Это и барьерную, и иммунную, а также и состояние самого кишечника, влияя на эпителии. Это и целостность кишечника, и самое главное, на микробиоту. Многие из вас знают, что 80% иммунных клеток у птицы сконцентрированы все-таки в кишечнике. А это, скажем так, очень важно. Микотоксины негативно воздействуют на эпителий кишечник, повреждая его. Первоначально этот процесс происходит из-за снижения синтеза белка, что снижает и пищеварительную, и барьерную функцию. Это и повышенный окислительный стресс из-за более высокой выработки активных форм кислорода, а также ингибирование экспрессии генов, природных антиоксидантов. Это изменение экспрессии генов, влияющих на выработку цитохинов, химических менеджеров, помощников. Это и влияние на иммунную систему, клеточный рост и их дифференцировку. Также это индукция запрограммированной гибели клеток или апоптос. Это такой регулируемый процесс. Когда погибает клетка, то она делится на отдельные, скажем так, апоптические тела, которые ограничены только цитоплазмой. Важно отметить, что практические исследования, основанные на реальных проблемах с микотоксинами, показывают, что уровень микотоксинов, необходимый для запуска этих процессов, ниже, чем уровень, заявленный Агентством по безопасности пищевых продуктов Евросоюза, как безопасные. Последствия могут варьироваться от снижения усвоения питательных веществ до каких-то воспалительных процессов, каких-то патологий в кишечнике, а также влиять на микробиоту кишечника. Микотоксины, повреждая кишечный эпителий и нарушая кишечный иммунитет, приводят к изменению в микробиоте кишечника. На этом слайде приведены примеры некоторых научных исследований с разными уровнями микотоксинов и их воздействия на микробиоту и заболеваемость кишечными заболеваниями. Некоторые исследования показали, например, более высокую частоту возникновения некротического энтерита. И это было продемонстрировано на примере афлотоксина, дона и фуманезина. Другие эксперименты показали меньшее количество полезных бактерий при загрязнении доном, а другие обнаружили увеличение количества граммоотрицательных бактерий, особенно в экспериментах с участием афлотоксинов. Ну и иногда там участвовал дон. Ну и в итоге можно сказать, что все-таки микотоксины изменяют микробиоту вот этот баланс, который существует в кишечнике и естественно приводит к ущербу здоровья животных. Увеличение количества кишечных граммоотрицательных бактерий естественным образом приводит к увеличению количества кишечных эндотоксинов. Эндотоксины также известны как липополисахариды из-за их структуры. Они представляют собой фрагмент клетки клеточной стенки граммоотрицательных бактерий, высвобождающиеся в процессе роста или лизиса, то есть в процессе отмирания. Для птиц и многих животных организмов кишечная микрофлора является наиболее важным источником эндотоксинов. Поэтому энтероциты, которые находятся в кишечнике, они как раз переносят определенное количество липополисахаридов. Особенно это на мой взгляд важно понимать при применении антибиотиков. Эндотоксины вызывают сильный иммунный ответ, как только попадают в кровоток. Многие факторы могут... Прошу прощения. Павел, извини, пожалуйста, по-моему, не двигаются слайды на нашем экране, поэтому я еще раз извиняюсь, проверить у нас как завис один слайд. Я смотрю, так он и остался. Может быть... Сейчас должен быть слайд грамма-отрицательные бактерии и эндотоксины. Нет, у нас нежелательные посетители кормовые микотоксины. На этом складе зависло и дальше не двигается. К сожалению. Может быть раздачу, Павел, попробовать включить, выключить по-новому, чтобы наладился процесс. Попробую. Продолжить. Вот. Теперь мы видим грамма-отрицательные бактерии и эндотоксины. Ну, я могу повторить. Начинай, откуда продолжай, откуда закончил, потому что текст мы так или иначе слышали. Я прошу прощения продолжать. Технические причины. Многие факторы могут повлиять на прохождение и перенос кишечных микотоксинов в кровоток. Это и функции кишечного барьера кишечника, и изменение корма, смена рационов, изменение микробиоты кишечника, фактор поступления микотоксинов с кормами, это и какие-то иные кишечные патогены, и факторы окружающей среды, в том числе тепловой стресс, ну и соответственно применение антибиотиков. Либо это системное, либо это бессистемное. Любой фактор может на это повлиять. В целом липополисахариды имеют очень схожие молекулярные структуры и могут быть разделены на липид-А, внутреннее и внешнее ядро и О-антиген. О-антиген может включать в себя до 50 повторяющихся единиц олисахарида и является наиболее изменчивой частью эндотоксинов. Он используется, скажем так, для дифференцировки бактериальных серотипов и вызывает сильные иммунные реакции. когда липополисахариды прикреплены к бактериям. Липид-А это липидная часть, неизменяющая среди бактериальных видов, и она отвечает за индукцию иммунных реакций, когда липополисахариды не прикрепляются к бактериальной клетке. В этом исследовании модель культуры экспланта подвздошной кишки цыплят была использована для изучения кратковременных воспалительных реакций кишечника у животных с хроническим воспалением кишечника. То подобный рецептор, который распознает консервативные структуры микроорганизмов и активирует клеточный иммунитет, является важным рецептором распознавания во время воспалительной реакции. Он может распознавать громотрясательные бактерии и являться основным рецептором липополисахаридов. Интерлейкин ИЛ-8 это тоже рецептор, это воспалительный хемокин, который активирует иммунитет. Для обоих параметров измерение экспрессии генов по отношению к контрольной группе является дозой зависимой, хотя при максимальном уровне использования отмечалась более низкая жизнеспособность тканей. В итоге можно сказать, что липополисахариды индуцируют иммунный ответ в ткани кишечника цыпленка. Броллером вводили, это тоже один из экспериментов, броллером вводили однократную дозу внутрибрюшинного эндотоксина эшерихи коли, одного из серотипов. Эта высокая доза индуцировала сильный иммунный ответ и более низкую экспрессию белков плотного соединения. Толподобный рецептор и ряд противовоспалительных цитокинов были повышены в результате этого заражения. И в случае экспрессии генов белка плотного соединения наблюдалась пониженная реакция до 50%. Например, как у клаудина. Клаудин это тоже белок, который является компонентом плотных соединений. Это такие специализированные участки клетки, которые препятствуют выхождению влаги из клетки и регулируют ионные обмены. Кроме того, липополисахариды могут вызвать окислительный стресс. Общая антиоксидантная способность подвздошной кишки и тонкого кишечника нарушается, а также нарушается выработка природных антиоксидантов. Глутодион пероксидаза наиболее подвержена этому влиянию, однако каталаза и супероксид дисмутаза также снижались в ущерб целостности клеток. Таким образом оценивался апоптический индекс как для тонкой, так и подвздошной кишки. И в тонком кишечнике она была вдвое больше контрольной группы, а в подвздошной кишке еще выше, 2,5 раза по отношению к контрольной группе. В итоге можно сказать, что все-таки липополисахариды нарушают функцию кишечника. Липополисахариды являются пирогенами, то есть они могут вызвать лихорадку. Таким образом ожидается, что при попадании большого количества липополисахаридов в кровоток температура тела будет повышаться. Некоторые исследования показывают, что повышение температуры может быть до 2,5 градусов Цельсия. В этом эксперименте демонстрируется опыт по применению липополисахаридов сальмонеллой энтеридидис, после температуры температуры поднялась почти в течение 3 часов после заражения. Увеличение температуры было около 1 градуса. Воспалительная реакция приводит к снижению потребления корма и изменениям в усвоении энергии. Также проблемы могут привести к повреждению митохондрий кишечных клеток, которые изменяют клеточный энергетический метаболизм. В исследованиях показано снижение АТФ, уровня АТФ. Это наблюдалось в опыте в тонком отделе и в подвздошной кишке. Это измеряли с помощью хроматографии содержимого кишечника. снижение АТФ было в подвздошной кишке порядка 50% и в тонком отделе кишечника 15%. Я думаю, что здесь можно акцентировать внимание, потому что энергетический обмен, особенно для бролеров, очень важен. Это очень сильно влияет на конверсию корма. Думаю, все согласятся с тем, что высокая плотность посадки является серьезным фактором. Секунду. Этот слайд показывает влияние влияние липополисахаридов при заражении сальмонеллы, энтеритидис и тифимориум, влияние на формирование живой массы и конверсии. При заражении липополисахаридами сальмонеллы и тифимориум снижение живой массы от нормативных на несколько пунктов и увеличение конверсии практически на 10 пунктов это тоже нужно учитывать, это тоже очень важно. Следующий слайд покажет влияние плотности посадки. Думаю, все с этим согласятся, что высокая плотность посадки является серьезным фактором стресса для бролеров. Высокая плотность ограничивает доступ некоторых особей к воде, кормам, ограничивает лишнее движение в пространстве и может привести к снижению производственных показателей. Это ухудшение подстилки и общее состояние птицы. В этом эксперименте показано, что при плотности посадки в 30,5 голов на квадратный метр, что эквивалент где-то 60-70 килограмм на квадратный метр, снижаются производственные показатели. Барьерная функция кишечника, повышенный уровень липополисахаридов в крови, вот это как раз таки и видно на диаграмме. В другом эксперименте, который справа, показано взаимодействие липополисахаридов и микотоксинов. Более высокая проницаемость тканей тонкого кишечника связана с потерей барьерной функции. Наивысшая проницаемость была достигнута в сочетании липополисахаридов с доном. И необходимо всегда понимать, что в промышленном птицеводстве может быть много факторов, которые могут повлиять на это, причем одновременно. Сейчас поговорим о тепловом стрессе. В этом эксперименте острому тепловому стрессу подвергались бролеры в возрасте 28 дней. Температура в помещении экспериментальных птичников была повышена с 22 градусов нормативной до 28 градусов. Относительная влажность поддерживалась на уровне нормативной 60%. Птица подвергалась стрессу в течение 2,5 часов и 10 часов. После каждого периода брали пробы птиц для анализа. Острый тепловой стресс увеличивал проницаемость кишечника и нарушал баланс в кишечной микробиоте, что высвобождало большое количество эндотоксинов, которые затем соответственно попадали в кровоток. Этот эффект зависел от времени. Увеличение экспрессии гена подобный рецептор связано с увеличением содержания эндотоксинов в крови. Поэтому тепловой стресс все-таки следует рассматривать как фактор, способствующий высвобождению этих эндотоксинов. В этом опыте животные получали фитомолекулы в жидкой форме. В основном это был карвакрол. Карвакрол это вещество, которое содержится в орегано. Многие знают орегано как очень хороший бактерицидный продукт. Его применяли на бройлерах в течение 15 дней. И в определенный день было введено 500 микрограмм на килограмм живой массы липополисахарида сальмонелла энтеритидис. И через два часа после заражения были проведены исследования и произведены замеры иммунных параметров. В случае стимуляции выработки толподобного рецептора с провоцированной заражением снижения происходило за счет действия фитомолекул, а также выработки других рецепторов цитокинов, которые также снижали апоптоз. ТНФ альфа это скажем так его еще называют фактор некроза опухоли, он участвует в воспалительных процессах, это тоже рецептор белков, клеток. Вот его определяли концентрацию в крови, продуцируемые иммунокомпетентными клетками и участвующие в комплексной регуляции воспалительных и иммунных процессов в организме. В качестве еще одной альтернативы скажем так для смягчения эффектов липополисахаридов мы оценивали влияние заражения липополисахаридами в линии клеток кишечника свиней и параллельно применяли ацербент и без него соответственно. Полученные результаты показали увеличение секреции ИЛ-8 при заражении чего совершенно не происходило при его совместном применении с адсорбентами. Это дополнительно оценивалось путем измерения активности в клеточной линии. Красные точки как раз-таки сигнализируют о выработке цитокина рецептора, что может быть связано с высоким, достаточно высоким воспалительным процессом, который проявляется существенно ниже в случае, когда добавляется ацербент. Можно сделать выводы, что существует множество стратегий управления риском микоэндотоксинов в животноводстве и птицеводстве. мы должны учитывать множество факторов при принятии решения о выборе альтернативы. Ну и, конечно же, я думаю, что наука играет большую роль в этом во всем и способствует нам понимание этих всех процессов. ну и, наконец-таки, в данный момент я думаю, что в такой ситуации важно каждому подумать о том, что сейчас происходит, о ситуации, о тех моментах, которые, возможно, помогут нам в регулировании этих рисков, подумать о нашей презентации, о том, о чем мы сегодня говорили. И как мы можем все-таки, управляя этими рисками, повлиять на здоровье, производительность, повысить производственные показатели и как мы все-таки сможем управлять этими рисками. Если есть вопросы, я думаю, их можно задавать, наши коллеги ответят. Хотел бы поблагодарить всех участников, кто нашел время послушать и посмотреть нашу презентацию, я думаю, она будет актуальна, она будет интересна многим. Мы всегда на связи. Если есть какие-то конкретные вопросы, детально можно обсудить уже непосредственно связавшись с компанией Ванутришн. Спасибо за внимание. Павел? Павел, большое спасибо за сделанный доклад. Я смотрю, у нас по вопросам не сказать, что совсем активно, но есть вопросы, на которые мы все, в том числе коллеги наши европейские, стараются ответить. Единственное, что может быть какие-то вопросы требуют немножечко больше времени для того, чтобы перевести и отправить их. Соответственно, русский перевод добавить сюда. Вот, поэтому не стесняйтесь. В любом случае, я хотел еще раз обратить внимание на то, что все вопросы, которые вы сюда отправляете, будут отвечать в конечном итоге и отправлены вам на электронную почту. поэтому даже если мы по какой-то причине из-за того, что нам не хватит времени, не сможем ответить на все вопросы или на какие-то вопросы нам понадобятся дополнительные консультации, смело их пишите, иначе, если вы этого не сделаете, мы их просто не узнаем и не сможем на них ответить. Поэтому очень прошу на вашу помощь в этом аспекте. пишите, и мы будем отвечать на ваши вопросы. Павел, может быть, ты тоже можешь читать вопросы сразу, которые у нас во вкладке вопросы и ответы, и, может быть, если вопрос, на который ты можешь ответить, можешь отвечать. В данный момент прочитал первый вопрос. Вопрос такого плана. Насколько молодая птица более восприимчива к микотоксинам в кишечнике? И насколько взрослая птица более устойчива к ним? Ну, я думаю, что все понимают, что в промышленном птицеводстве очень много разных кроссов. Это и мясное направление бройлерное и родительские стада бройлеров, промышленная несушка, родители промышленной несушки, есть еще производство утиного мяса, то же самое, с таким же циклом и технологией выращивания, а также индейка. Надо понимать, что бройлер это очень чувствительная, достаточно нежная птица, которая выращивается в короткий период времени. И, соответственно, по поводу микотоксинов многие должны понимать, что у любых микотоксинов есть эффект кумуляции. И для того, чтобы увидеть проблему, нужно время. то есть процесс кумуляции занимает от нескольких дней до недель. И все зависит от той концентрации микотоксинов, которая присутствует в корме. Естественно, бройлер, как более нежная птица, она быстрее отреагирует и может вызвать при высокой концентрации контаминации микотоксинами очень быструю молниеносную гибель. Что касаемо несушки, то многие, кто работал на производстве, кто работал с промышленной несушкой, этот эффект более, скажем так, длительный. Мы можем только наблюдать более, скажем так, хроническую форму проявления микотоксинов. Но, тем не менее, при объемах, чем больше объема, чем больше птицы, тем менее это будет заметно, соответственно. Второй вопрос эндотоксины. Я думаю, что это больше нужно связать с проблемами кишечника вообще и в общем применение антибиотиков. каких антибиотиков, потому что, как мы показывали в нашей презентации, липополисахариды в основном находятся в грамм отрицательных бактериях, но не надо забывать, что при применении любого антибиотика погибают все микроорганизмы, чувствительные к ним. И, по сути, это, скажем так, внутреннее разложение этих бактерий, которые только усугубляют и вызывают дополнительную проблему для здоровья кишечника. ВОЛЬТЕЛЬНЫЙ ВОЛЬТЕЛЬНЫЙ Продолжение следует... Марисабель может присоединиться к нашей дискуссии, она видит некоторые вопросы, к сожалению, она не понимает русского, но я, со своей стороны, обязательно постараюсь ей помочь, и она поняла вас, и вы поняли ее, поэтому на некоторые вопросы, которые здесь на английском, она пытается ответить, но и также... Марисабель, would you like to answer some questions in the chat? Yes, I see that there is one question that appears a couple of times, and it is why stocking density is related with lipopolysaccharides, or the lipopolysaccharide passage into the bloodstream? Well, stocking density is a factor of stress for the animals. Как вы знаете, плотность посадки – это серьезный фактор стресса для птицы. И, конечно же, как вы знаете, любые факторы стресса влияют на целостность кишечника, функции кишечника и качество микробиоты кишечника. Also, we can say that animals with a high stocking density and, let's say, a not very good ventilation management, they can be in heat stress, at least in a mild heat stress. Также, очевидно, абсолютно, что птица, которая находится в условиях переуплотненных, также может испытывать серьезный стресс и при неправильной вентиляции птичники может использовать серьезный температурный стресс, что также ведет к серьезным ухудшениям работы кишечника. And, of course, this affects the integrity of the intestinal barrier and the microbiota. Как следствие, это все влияет на качество работы вот этого кишечного барьера и, соответственно, качество микробиоты, той микробиоты, которая находится в кишечнике. So, we have the possibility of having a higher population and death of gram-negative bacteria. And a lower integrity of the intestinal barrier will make the passage of these lipopolysaccharides that were produced by these bacteria passing into the bloodstream. И, соответственно, в силу того, что стенки кишечника будут ухудшаться, это все будет гораздо активнее проникать в кровоток птицы и влиять негативно. Я тоже хотел бы ответить на вопрос. Андрей Тихов. Андрей Тихов. Янжи, пожалуйста. Янжи так же немножечко понимает русский, и вот он понял тот вопрос, который задает Андрей, какую схему применения орегано на бройлерах мы рекомендуем. Но нужно ответить, что орегано – это не чисто тот продукт, который мы предлагаем в нашей компании. Но, Янжи? Андрей Тихов. Но, может быть, это хорошо, потому что связанные продукты на том, который Павел представил сегодня, конечно, это наша ренчатор-продукт-мастер-сооп, который мы рекомендуем. Я не хочу идти в деталях, но, в общем-то говоря, мы рекомендуем, с нормальной доской 1 кг нашего продукта. Конечно же, если это высокая контаминация, то мы можем идти в 2,5 килограмм. Ну, если так же все-таки оставаться в контексте той презентации, которая была представлена сегодня Павлом, и влияние токсинов, микотоксинов на здоровье птицы, в зависимости от обсемененности, то есть от зараженности того или иного сырья, комби-форма, вводить либо 1 кг, что является профилактической дозой, либо 2,5 кг, что является лечебной дозой. Но, Энджи, как это относится к оригану и броилерам? Ну, я думаю, оригану, конечно, это продукт из-за фитобиотики, поэтому, как бы это было, как сказать, более коррелатен с продуктами, которые, конечно, в нашем раме, но на этом, оригану, который Павел сегодня показывал, я думаю, что оригану не очень подходит к этому. Да, ну, опять же, мы еще раз хотели повторить, что оригану – это больше фитобиотик, который входит немножечко в другие компоненты наших продуктов, компонент других наших продуктов, прошу прощения, поэтому я думаю, что мы сделаем еще обязательно презентацию по поводу фитобиотик, вебинар по поводу фитобиотиков, и там более подробно можем поговорить на эти вопросы, что касается фитобиотики. Ну, вот ответ Енжи по поводу добавления мастер-сорба в рационы в зависимости от изражения с токсинами прозвучал чуть раньше. Может быть, коллеги, вы еще? Так, нет, приходится переводить, я не могу быть активен в этом чате, поэтому просьба вам брать инициативу в ответок на себя. Я хотел бы добавить про оригану. Все-таки нужно понимать, что большинство продуктов на основе орегано представлены в виде масел, эфирных масел, и я бы все-таки порекомендовал применение масел орегано и других фитобиотических продуктов на основе эфирных масел с осторожностью, потому что масла содержат помимо, скажем так, основных компонентов, которые действительно влияют бактерицидно на многие бактерии. В маслах присутствуют все-таки и другие побочные компоненты, которые могут вызвать проблему, поэтому все-таки нужно их использовать с осторожностью. Ну да, масла еще имеют свойство прогоркать и так далее. Я вот тоже тут в вопросе хотел бы так быстренько ответить, может быть, в какой из российских лабораторий вы кооперируете с диагностиками микотоксинов и какой из анализов вы используете для определения уровня контиминации в форме. Я скажу так, что мы в принципе открыты для работы с любыми лабораториями. Мы проводили в Ленинград, в Санкт-Петербургской МВЛ лабораторию анализы. Также мы с удовольствием можем работать, я знаю, у Шеркизова очень хорошая лаборатория. Также нужно отметить, есть у нас и своя лаборатория, которая находится в Уфании, где мы можем проводить анализы, но, к сожалению, это достаточно непростой процесс пересылки компонентов для анализа в эту лабораторию. Поэтому, в принципе, мы готовы работать с любой лабораторией, которую пожелает использовать наш партнер, наш клиент, и которой он доверяет. Здесь мы никак ограничиваться не будем. Хотел бы еще ответить на один вопрос. Вопрос такого плана. Могут ли микотоксины вызвать частичное повреждение тонкого отдела кишечника, вызывая ампулообразное расширение и далее заворот кишечника? В научной литературе я находил подтверждение того, что микотоксины все-таки влияют на иннервацию кишечника, что, соответственно, влияет на перистальтику. И по логике можно это понимать, что да, микотоксины могут частично вызывать такую патологию, скажем так. Но, опять же, это все зависит от концентрации микотоксинов и от периода аккумуляции этих токсинов в кишечнике. Я думаю, что, может быть, Марисабель что-то дополнит к этому вопросу. Павел, я думаю, она вряд ли дополнит, потому что она не поняла твоего ответа. Я постараюсь, конечно же, ей перевести. Павел, но вот ты, как все-таки в прошлом и практикующий, и практикующий сейчас свет врач, может быть, ответишь на вопрос, как грамотно составить план вакцинации и может ли грамотно составленный план вакцинации предупредить проблемы мика и эндотоксикозов? Может быть, ты выскажешься по этому поводу? Ну, для любого, скажем так, производства, любой площадки вакцинация – это сугубо специфическая тема. Схем вакцинации стандартных практически не бывает. У всех ситуация разная, особенно эпизоотическая. Поэтому каждый ветеринарный врач, главный ветеринарный врач подходит к этому, исходя из опыта, исходя из знаний и, естественно, каких-то дополнительных лабораторных исследований. Естественно, нужно понимать, что многие проблемы в птицеводстве создают вирусы. Если нет достаточной защиты, если программа вакцинации, скажем так, не дорабатывает или не отрабатывает, как она должна, то этот будет только способствующий фактор для проблем. Сейчас очень актуальна проблема энтеровирусов, которые, к сожалению, пока не решена. Но я думаю, что это все связано все-таки с… Это многофакторная, скажем так, проблема. Все знают и понимают, что вирусы открывают дорогу бактериям. На основном решение проблемы с бактериями – это применение антибактериальных препаратов. Второй вопрос все-таки – какое применение этих препаратов, как, по какой системе. Соответственно, вот о чем мы говорили в нашей презентации о эндотоксинах, что зачастую после применения антибиотика можно наблюдать дисбактериоз либо какие-то еще патологии с кишечником. Поэтому здесь нужно все-таки смотреть по ситуации. И надо понимать все-таки, как работают антибиотики. Они… Павел, я думаю, антибиотики – это немножечко другая тема, поэтому не будем углубляться. Вот. Ну, я думаю, я ответил на этот вопрос. Да. Знаете, может быть, чтобы увеличить эффективность нашего онлайн-диалога, Мари-Сабель Энджи и… Мари-Сабель, Мари-Сабель, вы, как и антибиотики и эндотоксин из нашей компании, я буду тренировать вам вопрос, и может быть, вы можете ответить это тоже онлайн, по поводу видео. Это вопрос из Елена Корнилова. Если есть ли у нас есть ли у нас есть ли у нас возможное количество контиментации для эндотоксин? Ну, если у нас есть ли у нас есть ли у нас… на сегодняшний день существует несколько точек зрения по поводу вообще как и кое количество эндотоксинов и каким образом влияет на здоровье животных, Рисабель? Okay, so these levels are high in order to provoke the immune response of endotoxins. So we have a very good knowledge about which levels of endotoxins in the blood can cause an immune response. But the passage of endotoxins from the intestine into the bloodstream is regulated, let's say, by how much damage we have into this barrier. Но самое главное проникновение этих эндотоксинов в кровоток, он регулируется и контролируется только целостностью стенокишечника нашего животного. So for now it's hard to say which level of endotoxins in the gut can cause, let's say, a damage to the animals, which is what will be interesting for us. So what we know is that this issue is multifactorial. And that there are stress factors that can trigger it. And the immune response will be triggered or the stress response of the animals will be triggered not only by the endotoxin challenge but also by these other factors. And, for instance, we also think we have, let's say, safety levels for mycotoxins, but these also depend on stress factors and on the combinations of mycotoxins that you have. So, the bottom line is that when talking about safety levels, we need also to know the environment. And the stress factors that are acting upon the animals. Соответственно, говоря, о предельно допустимых концентрациях эндотоксинов, нужно же, конечно же, учитывать те стресс-факторы в наших конкретных условиях или условиях конкретной площадки, которые могут присутствовать. И только на основании этого можно делать какие-то конкретные выводы. Thank you for your question. This is a very interesting topic. Maybe I will translate another question and we can continue the discussion like this. What is the maximum percentage of mycotoxins can take out from the body the mycotoxin binder? Well, the maximum is 100%, of course. Sorry? The maximum will be 100%. If you ask me, yes, of course, if you ask me about the percentage, if the maximum is 100%, I don't know. So, it depends on the dose of the toxin binder, it depends on the contamination of mycotoxins that you have. So, for example, a high dose of a toxin binder and a low dose and a low challenge of mycotoxins can be 100%. Ну, понятно, что, еще раз повторюсь, максимально это, конечно, из желаемого, это 100%, но это также возможно и невозможно. Все, конечно же, зависит от того уровня, объема сорбента микотоксинов, который вы добавляете, от заражения, загрязненности зерновых или рациона теми или иными токсинами. И если, допустим, представить, что комбикорм низко заражен токсинами и дозировка сорбента микотоксинов достаточно высокая, то можно говорить о том, что и 100% можно купировать этот процесс, скажем так. But when we are talking about binding capacity, we are talking about available surface in the mycotoxin binder. И когда мы говорим о сорбционной емкости того или иного микотоксина, мы тоже говорим о том, насколько он способен выводить и какая площадь поглощения этого сорбента микотоксина. And depending on the type of binder, we are also talking about ionic interactions and Vanderbilt forces that will collaborate into the binding of the mycotoxins. Да, и когда мы говорим о том или ином сорбенте микотоксинов, они могут быть многокомпонентны, соответственно, нужно учитывать и полярность зарядов того сорбента или того антитоксина, который присутствует в сорбенте. И, соответственно, способность выводить и закреплять на себе те молекулы токсинов и выводить их из организма. То есть здесь нужно учитывать также эти факторы. Other factors that play a role are the medium in where we are. So, for example, if it's the acid medium of the stomach or is it the more alkaline medium of the intestine. Также нужно учитывать это и состояние кишечника, это кислотность кишечной среды и другие факторы. And finally, in animals, it's also playing a role in the contamination and the multi-contamination that we can have in the feed. Также очень важно отметить, что, может быть, даже очень более важную роль играет не только контаминация каким-то определенным токсинам, но и контаминация группы токсинов и эндотоксинов, что может серьезно усугубить процессы токсикоза в организме животного. И, конечно же, если принимать на внимание все, что сейчас перечислено Морисабель, говорить о 100% очистке или 100% выводе токсинов, конечно же, очень сложно. Одна из самых часто встречающихся ошибок, которые мы видим в промышленном животноводстве, это некорректная дозировка того или иного сорбента микотоксинов в каком-то конкретном случае. Соответственно, при низкой дозировке сорбента микотоксинов просто за счет того, что меньше на себя будут притягивать вот этих токсинов и большая часть токсинов будет продолжать оставаться в кишечнике, ну, соответственно, эффект будет нежелаемый. Поэтому уровень дозировки профилактической либо лечебной нужно все-таки контролировать. And this happens when we don't have a very good risk evaluation. Да, чаще всего это случается тогда, когда у нас система оценки рисковых факторов нашего сырья, нашего комбикорма, работает не очень хорошо. And of course, there are mycotoxins that, because of their structure, and because they do not really have many points of polarity, they are a little bit harder to absorb or to bind. Ну, и также зависит от самого непосредственно микотоксина, и от его полярности, и может ли его отрицательным зарядом притянуть. Соответственно, это тоже говорит на качество и эффективность работы любого сорбента микотоксинов. And especially for these mycotoxins, having the right dosage plays a very vital role. И как раз-таки вот для таких неявно полярных микотоксинов правильность дозировки, корректность дозировки ввода сорбента микотоксинов очень важна. Also, the kind of binder that you are using, of course, is also playing a role in what we may call the binding capacity of the product. Ну, и также тот сорбент, который вы используете, то есть тот, ну да, скажем так, сорбент, который используют там либо стенки дрожжей, либо это просто алимосиликат, и я поясню так, соответственно, нужно тоже учитывать, потому что они по-разному выводят токсины и по-разному на них влияют. And I can speak for the case of our own binders. Да, если говорить о наших непосредственно продуктов, за которые мы знаем. And we can tell you that using the right dosage in low to medium risks, we can recover up to 95% of the performance that can be lost because of mycotoxins. Можно сказать, что при уровне риска средний или ниже среднего по микотоксинам при использовании наших продуктов, правильной дозировке наших продуктов, можно исключить риск серьезных микотоксин, вообще микотоксиноза до 95%. When we go to high or severe risks, and this is a risk classification that we also use internally. Если говорить о серьезном загрязнении корма микотоксинами или очень серьезном, что мы тоже встречаем? Well, like I was saying, in high and severe risk, the recovery of performance will be slightly lower, so it will be around 90% or 85%. И опять же, при правильной дозировке уровень восстановления, ну, может, 90-85% доходит легко при правильной дозировке нашего продукта. But still, the return for the operation is very high in these cases. And for you to have an idea, a severe risk is something that I have not seen in the field in the last almost 20 years that I have been working in the animal production industry. Марисабель, хотела бы вас успокоить, за последние 20 лет, которые она работает в области кормления и здоровья животных, благополучия животных, она очень сильных факторов загрязнения комбикорма микотоксинами не встречала. Конечно же, проводятся опыты с высокой контоминацией тех или иных токсинов. Да, почему? Потому что нужно проводить опыты и смотреть, как эта высокая концентрация влияет, но на практике она ее 20 лет не видела уже, так серьезно. И в любом случае, что это очень помогает, это для того, чтобы проверить эти, скажем, incomplete binding inside the animal. Также нужно рассчитывать тот фактор, который не полного поглощения токсина непосредственно в теле животного. И для этого мы в свои продукты добавляем фитомолекулы, которые в том числе могут помочь и помогают в этом процессе. Спасибо. Спасибо. Может быть, коллеги, вы еще увидите какие-то вопросы, которые можно... Павел, Angie, if you also can maybe understand some question, you could... Ну, здесь есть хороший вопрос по поводу, скажем так, увлекшись введением ацербентов, мы нарушаем баланс полезных веществ. И каким... Ну, это вопрос направлен на то, что при применении... Я думаю, что это больше связано с, может быть, не совсем правильным применением ацербентов. Ацербенты все-таки влияют и могут выводить какие-то другие полезные вещества с рациона касаемо... Я думаю, что этот вопрос направлен все-таки по витаминам. Я хотел бы ответить так, что сам подход к решению проблемы микотоксинов должен быть достаточно грамотный. И, по моему мнению, нельзя бездумно вводить большими количествами и большой концентрацией ацербентов в корма. Все-таки нужен правильный подход. Это отбор проб, исследование контаминации кормов, какое количество... Самое главное, какое количество микотоксинов присутствует в сырье. И потом уже от этого отталкиваться и вводить ацербенты. Большое количество ацербентов производится в мире. И, соответственно, все производители и наши, скажем так, ученые понимают, что есть какой-то риск при применении ацербентов и влиянии ацербентов на витамины. Ну, я, честно говоря, не знаю, какое количество нужно ввести ацербента, чтобы из организма все выводить. Это тогда корм очень сильно контаминирован. Это очень быстрый эффект на производстве. Павел, давай, может быть, тоже дадим слово высказать по этому поводу Марисабель, потому что я смотрю, что это такой достаточно серьезный момент. Марисабель, the last question, which was also answered by Павел, and we would like also to know your opinion about the absorption of positive components of the feed, for example, vitamins, so if we, for example, increase the dosage of the mycotoxin binder, we could also take a lot of positive components of the feed, which have to be in the feed to achieve the good results of the animal. So what is your opinion about that? Well, I do have an opinion, and I do have some data. У Марисабель есть свое мнение по этому поводу, и, что может быть более важно, даже есть данные подтвержденные по этому вопросу. So let's start with the data, and for that I can tell you that we did an in vitro trial. Да, мы проводили in vitro опыты по этому вопросу. And for this I will talk about our binders. I cannot really include every binder in this answer. И здесь, конечно же, будет речь идти о наших сореврентах, потому что мы проводили этот опыт на своих собственных продуктах, никак не на других. So for this trial we simulated digestion, and we started with stomach digestion and ended up with pancreatic digestion. Да, мы в этом опыте смотрели за усвоением, соответственно, корма в желудке и качество усвоения этого корма непосредственно уже в кишечнике. And we did it using a feed with our normal dose, let's say, a normal dose of two of our products. I will mention them, Masters of Gold and Masters of FM. Да, и мы здесь использовали нашу стандартную рекомендуемую дозировку наших продуктов, двух наших продуктов на заемах, это Masters of Gold и Masters of FM. So we did it with a big feed containing 2 kgs of each of the binder, so two different feeds, of course. Да, было два рациона, куда добавлялось по 2 килограмма двух наших разных продуктов. And we had a controlled feed with no binder. Ну и, соответственно, был также контрольный рацион, в который не добавлялись никакие сорбенты микотоксинов. So we submitted these feeds first to a gastric digestion using, of course, a gastric acid. We simulated the digestion in the stomach, and then we simulated the digestion in the intestine. And we included not only enzymes, but also the bile salts. Да, мы также стимулировали усвоение, потребление усвоения этих рационов путем добавления кислот, ферментов различных, для того, чтобы увеличить и процесс пищеварения, и в желудке, и в тишечнике. And we measured several nutrients. И измеряли несколько питательных компонентов. Including vitamins and minerals. Измеряли, включая витамины и минералы. And we found that there were no significant differences between the three feeds. So this allowed us to conclude that the interaction of our product is non-significant. We also have a trial in which we for, let's say, for making an evaluation of the safety of the product. We used in one trial 5 kgs, and in another trial 10 kgs of the product per tonne of beef. Также проводили, скажем так, достаточно экстремальные опыты по поводу наших продуктов. Соответственно, в рацион добавляли 5 кг сорбента и 10 кг сорбента на 1 кг комбикорма. And we measured performance and several health indicators without finding any difference. Ну и также измеряли все эти показатели. И ту же существенную разницу мы при такой экстремальной дозировке не нашли. So we can conclude that our products are not interacting with the feed components. Соответственно, было сделано заключение, что наши продукты не влияют на вывод полезных компонентов рациона. Except for the mycotoxins. За исключением микотоксин. But they are not positive. За исключением микотоксина, они выводят. Yeah, but they are in the feed, so... Да, yes. And, of course, we have also the trials with exotoxins and endotoxins. Да, и, конечно же, эти опыты проводились также и по воздействию на эндотоксины и микотоксины. Энджи, you also want to... I beg your pardon, Марисабель. Энджи, raise your hand. Энджи, да, у нас время приближается уже к концу нашего вебинара, поэтому, может быть, хотел взять слово к какому-то подведению итогу. Yes? So, first of all, I would like to say thank you for all participants. Прежде всего, Энджи, хотел сказать, поблагодарить всех участников нашего сегодняшнего вебинара. I would like to say also thank you for Pavel for presentation. Также хотел поблагодарить Павла Полякова. Спасибо за презентацию. I would like to say thank you, Марисабель, for our technical support. Марисабель, спасибо, Марисабель, за техническую поддержку. And also your Pavel for translation. Ну, и мне заперед. So, I also would like to say thank you for your questions. I think we cannot answer for all of them because of time, but we would like to assure you that the answers, which we note, will be sent answered to you directly after the webinar. Да, и также он хотел поблагодарить вас за те вопросы, которые вы прислали нам в чат. Да, в силу того, что ограниченности времени, мы не сможем ответить на все эти вопросы, но можем вас уверить в том, что все эти вопросы в письменной форме будут отвечены и присылы вам на электронную почту. I just would like to mention that we do some webinars in English language. And this one is the first one for Russian-speaking customers. Также я хотел отметить, что мы делаем и проводим вебинары для наших англоязычных стран. И сегодня вы были на первом русскоязычном вебинаре, который мы делаем. So, what I would like to say, that, of course, I would like to apologize for small technical issue, but I think generally it was very okay, and I hope if the feedback from you will be positive, we would like to continue the next one, also provide in your language. что вебинар вам понравился, и в следующий раз вы с удовольствием присоединитесь к нашему другому вебинару, на который мы вас будем обязательно приглашать. Yes, I'd like to say that, just information, this presentation or webinar was recorded. And so we copy them and we put on the server. So, you will also get information if someone would like to come back to this. It's also possible to, let's say, go on again. And if there is some issue which is important for you, you can come back to this. I would like to remind you that this webinar was recorded, and this webinar will be placed on our website. And at any moment, when you want to return, you may have to check out some of the moments of our webinar, you can do that, and the link to this webinar, where it will be stored, we will also send you. So, our colleagues, which normally daily operating with you and in contact with you, of course, will be in touch with you and also collect some feedback, which will be very welcome. And we try to prepare the next one, which will be based on the request from your site, or maybe some topics, which you suggest, when we can also give you some information and some knowledge. So, in the end, I just would like to say thank you very much. I hope very soon the coronavirus pandemic will be at least over, or at least will be less, so we can see each other, which I really would like to do it in the future months. So, thank you very much, and see you very soon. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Bye. 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 See you. Bye.